Амизон. Противирусный лекарский засеб, переверенный часом и наукою. Витьфармак. Интересные какие-нибудь вопросы. Наконец-то я, конечно, страшно рад, что я сейчас в студию вернулся. Тут у нас пока людей не особо много. Я один из, видимо, первых, кто возвращается к работе прямо из студии. Однако, тем не менее, я хочу, конечно, немножко сначала заранее извиниться, что я уже отвык почти полностью работать в прямом эфире, поэтому если я что-то буду тупить, вы уж меня извините. У меня последние недели 3-4, наверное, или даже 5 я в записи шел, поэтому, конечно, совсем другая история. Итак, смотрите, начнем наше общение в прямом эфире с двух тем. Сегодня, ну, естественно, надо сказать, что коронавирус по-прежнему, конечно, определяет мировую повестку дня, как в отдельных странах, так и целиком на нашей планете. Поэтому, конечно, так или иначе, все события, основные в мире, завязаны на него, на коронавирус. Две основные сегодня темы США и Россия, и там и там проходят очень важные изменения вследствие коронавирусной инфекции, и, конечно, обойти вниманием я это никак не могу, потому что от США зависит ситуация во всем остальном мире, конечно же, потому что Америка остается, конечно, самой главной страной, а от того, что будет делать Россия или не делать Россия, в значительной степени будет зависеть и благосостояние, и радость жизни жителей Украины, потому что Россия как ничего не сделает, так потом иди расхлебывай несколько десятилетий. В общем, будем надеяться, что там тоже немножко подуспокоится местное начальство. Итак, поехали. Сначала, конечно, Америка, потому что Америка, прямо скажем, поважнее. Сейчас появилась в мире, то есть в Штатах, ненулевая вероятность того, что Соединенные Штаты получат нового президента своей страны уже досрочно, то есть до выборов 3-го, по-моему, ноября, на 3-е ноября не запланировано, но есть вероятность того, что это случится раньше. Каким образом это случится? Ну, смотрите, история такая, что во всем виноват коронавирус, как всегда, потому что, смотрите, Джо Байден в последнее время сидит из-за коронавируса, ну, вообще с начала эпидемии он сидит в подвале своего дома в штате Делавер, вообще не вылезает оттуда. И изредка он какие-то выходит на связь по видеосвязи, эти выходы в свет, мне напоминают, знаете, вот эти странные тоже, такие же, такие же проявления президента Путина из его бункера, ну, вот примерно то же самое делает и Байден, только у Байдена почему-то еще и хуже. Все это устроено в техническом отношении, глючит постоянно какие-то там у него вообще пропадает связь и так далее. То есть Байден, ну, по сути дела, его не видно и не слышит. Он себя ведет, вот как мне нравится его сравнивать с протухшей скумбрией, которая лежит себе на дороге, и никто на нее особо внимания не обращает, может, разве что какие-то пробегающие мимо собаки. Потому что никакого энтузиазма, никакой радости за него голосовать нет, люди, даже демократы, даже те, кто его поддерживает, в общем, смотрят на него с печалью. Однако, несмотря на это, вот этот старикашка, сидящий в подвале в своем доме, он все равно успел вляпаться в секс-скандал, то есть скандал на сексуальной почве. Разница, правда, в том, что, проблема в том, что скандал этот был, вернее, событие скандала было в 90-х годах, 30 лет назад. И только сейчас эта история всплыла, но сейчас она, тем не менее, Байдену достаточно сильно угрожает. Смотрите, в чем там дело. Байдена, ну, давайте, наверное, про скандал я чуть попозже расскажу, а сейчас сначала про Трампа. И вот смотрите, Байден никого не вдохновляет, ведет себя очень пассивно, у него этот секс-скандал на него обрушился. И тем не менее, несмотря на все это, рейтинги Дональда Трампа продолжают оставаться очень низкими, не растут, что бы он ни делал. Никакого толка от его действий, по сути дела, нет. И Трамп, конечно, очень сильно расстраивается по этому поводу. Что он считает? Он полагает, что рейтинги его не растут не из-за того, что он ведет себя как полный идиот, а это действительно правда, он действительно ведет себя как полный идиот, а из-за того, что экономика США пострадала очень сильно вследствие коронавирусной эпидемии. Он же как считал, что экономика – главное его достижение. Действительно, при нем экономика первые три года очень-очень хорошо росла. То есть, скажем, индекс Доу Джонса поднялся за предыдущие лет 120 на 20 тысяч пунктов, а за три года правления Трампа поднялся на 10 тысяч пунктов. То есть, представляете, 120 лет на 20 тысяч и три года – 10 тысяч. То есть, ого-го, какое продвижение вперед. Конечно, Трампу было чем гордиться. И теперь, когда все рухнуло, когда безработица достигла рекордных значений, она такая же примерно была во времена Великой Депрессии, и Трамп, конечно, очень переживает. Он думает, что вот из-за того, что все так обвалилось, людям он разонравился, и люди не собираются за него голосовать. На самом деле, нет. Людей пугает там многое еще другое в его действиях, то, что он ведет себя очень странно, то, что он не считает коронавирус реальным и так далее, и так далее. В общем, там целая история. Но, тем не менее, Трамп настаивает, чтобы губернаторы самых разных штатов, ну, вообще всех штатов США взяли и досрочно открыли свои штаты для бизнеса. В чем проблема тут? Когда-то, где-то месяц назад, или полтора, может быть, месяца назад, Белый дом самостоятельно распространил среди губернаторов так называемые гайдлайны, то есть указания, когда открывать штаты, при каких обстоятельствах перезапускать экономику страны. И там, как было сказано, если в вашем штате две недели подряд сокращается количество новых заболевших, тогда можете открывать вообще без проблем. Никаких, ну, там, при соблюдении определенных, конечно, предосторожность, ну, в общем, вы можете открывать свою экономику. Ну, вот, собственно, губернаторы поначалу пытались следовать этим гайдлайнам, потом поняли, что две недели ждать снижения количества новых заразившихся, это очень долго, экономика подыхает, поэтому давайте-ка заранее, даже не дожидаясь исполнения этого условия, будем открывать. И 48 из 50 штатов американских начали запускать вот эти меры по открытию своей экономики. Трампа это, конечно, обрадовал, но он все равно недоволен тем, что некоторые штаты слишком консервативно это делают, то есть не слишком быстро. Он их ругает, говорит, что это вы делаете специально, чтобы навредить мне, как президенту, потому что вот, когда экономика находится в закрытом состоянии, в первую очередь страдаю я как руководитель страны. Но это, конечно, полная фигня, потому что демократы, губернаторы сами больше всех заинтересованы в том, чтобы экономика в их штатах снова ожила, но они же заодно заинтересованы в том, чтобы люди у них не умирали от коронавируса, а Трампу, в общем, на людей наплевать. Поэтому, знаете, как он интересно говорит, давайте открывать экономику, потому что мы воины, и вообще давайте завязывать с ношением масок, с этими всеми санитайзерами и так далее, потому что мы, говорит, нация воинов, мы вот умеем воевать, нам нечего бояться, мы бесстрашны и все такое. Хотя я Трампу на всякий случай могу сказать, что воины со средних веков носили щиты, носили латы. Сейчас люди носят, те солдаты, которые в бою, они носят кевларовые бронежилеты, они носят каски и так далее. То есть маски, они вообще-то нужны, они не бесполезны, да, потому что иначе, если бы маски были бесполезными, то, скажем, онкологическим больным их бы не выдавали, их бы не носили хирурги, как во время проведения операций, да, потому что зачем, если маска не нужна, они никого ни от чего не защищают. Маски, конечно, защищают. Но вместо этого, вместо того, чтобы носить маски и всем своим подчиненным сказать носить маски, Трамп поступает наоборот. Он говорит, не, 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 снимайте, эти маски указывают на то, что мы не готовы к открытию экономики, поэтому маски мы носить не будем. Соответственно, в Белом доме никто долгое время не носил маски. А Белый дом, если кто не в курсе, это довольно маленькое здание, кто был в Америке, наверное, сам может подтвердить. И левое крыло Белого дома, которое вот оно как бы офисное крыло, там люди работают в страшной тесноте. И из-за этого, из-за того, что не носят маски и работают в страшной тесноте, естественно, начались результаты. Результаты следующий. Помощник личный Дональда Трампа, это офицер военно-морского флота, он называется Valley, то есть типа Валет, да, он чем занимается? Он Трампу наливает напитки, накладывает еду, то есть, ну, такой чувак принеси, подай. Он заболел коронавирусом, следом за ним заболел один из помощников Майка Пэнса, вице-президента. Тоже такой же, примерно, Валет, тоже заболел коронавирусом. Ну, эти двое, это ладно. Хотя, первый, даже не знаю, если он наливал Трампу напитки и подавал ему еду, то, знаете, мог чихнуть случайно на какую-нибудь куреную ножку, да. И бог его знает, что там дальше. Ну, вот, но самое главное все равно, это заболевание пресс-секретаря Стивена Миллера, которого зовут, вернее, не пресс-секретаря Стивена Миллера, пресс-секретаря Майка Пэнса, которого зовут Кейти Миллер. Вот это, она является женой Стивена Миллера, одного из главных помощников Дональда Трампа. Стивен Миллер, это человек, ну, смотрите, во-первых, Майк Пэнс постоянно общался с этой Кейти Миллер, поскольку она его пресс-секретарь, это естественно, да, она, в свою очередь, общалась постоянно со своим мужем, Стивеном Миллером, а Стивен Миллер, в свою очередь, общался постоянно с Дональдом Трампом. Почему? Потому что Стивен Миллер, это помощник Трампа внутренней, по американской политике. То есть, такой, знаете, как бы ермак американский, да, ближайшее доверенное лицо президента. В общем, из-за этого Трамп постоянно-постоянно с ним общался. И соответствующим образом я не исключаю, что, во-первых, это Кейти Миллер могла заразить Майка Пэнса, поскольку она болела и активно с ним общалась, ну, а Стивен Миллер, ее муж, совершенно запросто мог заразить и самого президента США, то есть Дональда Трампа. Сейчас Майк Пэнс уже находится на изоляции, он не общается с Дональдом Трампом, они ведут разговоры только по телефону. Но если жена Миллера всех успела заразить, то, я думаю, мы очень скоро сможем услышать с вами болезнь о, вере, новость о заболевании и Пэнса, и Трампа. Я думаю, там, неделя, дней 10 я на это даю, вполне верно. Если нет, значит, пронесло их, да, но в течение вот этих дней 10 мы, я думаю, дней, я думаю, мы совершенно спокойно можем услышать подобную новость. То есть, теоретически, Америка действительно может оказаться без президента или с новым президентом до выборов в ноябре, если, конечно, там все, у них будут большие проблемы с этим самым, с коронавирусом. Так, вопросы у меня. Здравствуйте, про, слышали вы о шамане Габышеве, ваш сценарий сбывается. Я уж не помню, что я там насценарировал, но шамана задержали, я об этом еще буду сегодня говорить. Как там шаман идет Путина изгонять? Еще раз, буду говорить про шамана, это спрашивает Юрий Долгий. Рустам спрашивает, Иван, вы говорите, что экономика это заслуга Трампа, но что именно он сделал для экономики или просто так совпало? Ну, Трамп говорит, что он снизил налоги, а его оппоненты говорят, что так совпало. В общем, президент США может влиять на экономику таким образом, ну, он может, например, продавить через Сенат, Конгресс, снижение налогов, и таким образом влиять на состояние экономики. Здравствуйте, Иван, Сергей пишет, приветствую вас, Иван, про Габышева, скажите, пожалуйста, я скажу сегодня про Габышева, честное слово. Так, пишет Андрей, приятное слово, услышать вас в прямом эфире, с возвращением истории от товарищей из России, чего мужик лег с аппендицитом, ему предложили написать, ну, короче говоря, скрывают диагнозы, скрывают распространение, распространение этой самой заразы по России, да, я знаю, действительно это так. Кстати, вот тут люди пытаются звонить на Вайбер, слушайте, у меня даже нет кнопки, на которые я мог нажать, чтобы с вами поговорить, поэтому не звоните, можете только писать сообщение, говорить я с вами по Вайберу не могу, только читать и реагировать на сообщение, читаю сообщение буду, вот видите, прочитал все то, что пришло, если будете писать еще, буду тоже отвечать. Тем временем, возвращаемся к нашим баранам, Ровеном Анумутон, как говорят наши друзья французы. Итак, в прошлой передаче я рассказывал о стратегии Трампа, которую он собирается воспользоваться, чтобы стать президентом во второй раз. Если коротко, Трамп собирается смешать в одном флаконе Джо Байдена и Китай, сделать так, чтобы американцы думали, что Джо Байден является китайским агентом, и критиковать без остановки Китая. Трамп, если кто-то следит за его выступлениями публичными, он без остановки кастерит Китай, наезжает на Китай, говорит, что Китай это самое зло мировое, вообще там Китая надо уничтожить. Ну, так он не говорит, ладно, окей, я перегибаю, может, палку, но он говорит, что, например, все зло, все это коронавирус, но это родом из Китая, поэтому, типа, китайцы за все должны отвечать, а я, не при делах, вообще отвечать ничего не хочу и не буду. А вот Джо Байден будет, потому что он друг Китая, он китайский эссет, то есть, типа, китайский агент, и вот пускай Джо Байден отвечает за все китайские проделки. То есть, вот такая у него стратегия, он хочет обвинить, по сути дела, Байдена в работе на Китай, и о себя показать таким американским патриотом, ну, и чтобы люди, колеблющиеся, проголосовали за него, за американского патриота, а не за проклятого красного Байдена. Ну, Байден, конечно, пытается как-то отбрехаться от этого, но, как я сказал, Байден все делает очень вяло. Трамп же Байдену сочинил кличку, помимо вот этого Слиппи Джо, то есть, сонного Джо, он его теперь называет Бейджинг Байден, то есть, пекинский Байден. Мне кажется, смешная достаточно кличка, но, не знаю, поможет ли это Трампу, потому что у Байдена другая стратегия, прикинуться шлангом и не делать вообще ничего. Но сначала давайте я расскажу про сексуальный скандал, который возник у Джо Байдена, потому что у нас многие ничего про него не знают. Итак, 30 лет назад Тара Рейд, бывшая сотрудница, ныне бывшая сотрудница Джо Байдена, объявила, что он ее зажал где-то там в каком-то коридоре, когда никто не видел, и ей, значит, начал ее, грубо выражаясь, лапать очень агрессивно. Она это назвала сексуальным насилием, сексуальной атакой, сексуальным нападением на себя сейчас. И она говорит, тогда она пожаловалась, говорит, написала письменное заявление куда-то там в сенатский комитет какой-то или куда-то. Ну, короче, пожаловалась на действия Байдена, но не тогда, в 90-х, не предали ее заявление никакого значения, потому что тогда это, в общем, было почти нормально. Байден очень пытается как-то вяло отбрехаться. Я, честно сказать, верю этой Таре. Знаете почему? Потому что Байден, если посмотреть на даже видеозаписи с ним, он постоянно хватал всю свою карьеру женщин за всякие места, прямо на сцене. Обнимал их, там целовал, даже незнакомых женщин или каких-то там едва-едва знакомых, гладил по всяким местам и так далее. Мог ли он зажать в углу свою же сотрудницу, когда его никто не видел 30 лет назад? Да вообще легко, просто без проблем. Я даже уверен, что он делал это много-много раз, а не один раз. Мог ли Байден соврать про то, что он этого не делал? Конечно мог, потому что Байден врет постоянно. Вот совсем недавно, кстати, он сочинил историю о том, как его якобы арестовали в Южноафриканской республике, куда он во времена еще апартеида приехал встретиться с Нельсоном Манделлой. Там эта история полностью от начала до конца была выдумана. Единственное, что там было право, что Байден действительно ездил в ЮАР. Все остальное полное вранье было. Ну и до этого он много-много раз врал, поэтому Байдену, я, конечно, тут в этой истории не верю и вам, и вас призываю не верить тоже, но за него там другие обстоятельства свидетельствуют. Ладно, сейчас у нас короткий перерыв, дальше продолжим. Продолжаем разговор. Иван Яковин, радио НВ. Наша еженедельная передача о самых важных, интересных событиях в окружающем нас мире. Итак, вопрос мне тут задали. Иван, вернетесь ли вы в Москву в случае, если нынешняя власть отойдет от дел? Я думаю, что вряд ли я вернусь в Москву, уже если поеду куда-нибудь жить, из Киева, то, наверное, в какую-нибудь Барселону или что-нибудь такое. В Москву что-то не хочется, там, знаете, довольно холодно, я там 30 лет прожил, и мне уже надоело, там же в другом месте хочу пожить. Дальше поехали. Смотрите, мог ли Байден, тут мне еще вопрос задали про масона Обаму, ну, знаете, я не считаю Обаму масоном, и уж тем более Путина не считаю масоном, потому что Путин слишком глупый для того, чтобы быть масоном. Я вообще не очень люблю конспирологию. Так вот, Байден, я считаю, что совершенно спокойно может быть виноватым в том, что он действительно приставал к женщинам и данной конкретной женщине. Я в это верю абсолютно, потому что Байден вот как раз из той категории граждан, которые всегда, ну, знаете, я бы сказал так, политики старой закалки, которые никогда ничего такого не чурались, всегда себе что-то подобное позволяли. Это вот что-то из категории Билла Клинтона, за которым, как мы знаем, тянется огромный длиннющий шлейф подобного рода историй. Но, смотрите, вместо того, чтобы дружно осудить Джо Байдена за то, что он себя ввел совершенно некорректно по отношению к этой тари-рэйб, весь демократический эстеблишмент встал на его защиту. Причем защищают его, знаете, каким способом, какими словами. Говорят, ну да, может быть, ну бог его знает, но вообще-то этот самый, как бы, Трамп, он еще хуже. Поэтому, одна женщина, сторонница Байдена, знаете, мне даже понравилось, она честно написала, что Трамп настолько мерзкий и глупый, что я даже верю тари-рэйд, даже веря тари-рэйд, все равно буду голосовать за Байдена, потому что Байден намного лучше Трампа, точнее сказать, Трамп все равно намного хуже Байдена. То есть, они упирают на то, что на фоне Трампа Байден смотрится более-менее прилично, не смотрится так ужасно, как сам Дональд Трамп, и поэтому, даже если Байден участвовал в подобного рода вещах, то есть, зажимал женщин там где-то в каких-то помещениях Сената, то, да, конечно плохо, неприятно, но не смертельно, поэтому давайте все равно голосовать за Байдена. Вот такая у Байдена политика. То есть, он играет от противного, то есть, не то, что я такой хороший, голосуйте за меня, а то, что Трамп такой плохой, не надо за него голосовать. Вот такая у него политика. Я не знаю, сработает ли она, потому что в прошлый раз, когда Хилари Клинтон тоже пыталась чем-то подобным воспользоваться, у него, как известно, не очень получилось. Потом еще, знаете, почему есть резон верить Тарри Рейд и не верить Байдену? Оказывается, часть Байденовского архива во времен Сената хранится в университете штата Делавер. И этот Тарри Рейд говорит, давайте мы проверим архив, я писал из заявления на Байдена жалобу. Скорее всего, эта жалоба сейчас там находится в архиве штата Делавер. Байден категорически отказывается проверять этот архив, говорит, нет, 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 зачем, не надо, не будем. В общем, не очень понятная там ситуация. Может быть, конечно, она врет, я допускаю, что она тоже врет, но пока по совокупности доказательств за нее, за ее правоту и за правоту Байдена все-таки, мне кажется, она перевешивает. И не только мне это кажется, я, насколько я понимаю, популярность Байдена среди, то есть вот то, что называется favorability, то есть насколько он нравится американским избирателям, падает Байдена, падает. Она не растет у Трампа, но у Байдена падает. То есть Байден все меньше и меньше нравится американцам. Но с другой стороны, Трамп им все равно не нравится гораздо сильнее. Ну, смотрите, какая ситуация. То есть сейчас из-за того, что Байден оказался в такой неприятной ситуации, он попытался спрятаться, так сказать, в норку, и не появляется сейчас почти ни в телевизоре, ни в интернете. А тогда, когда появляется, его появление выглядит довольно жалко и странно. Знаете, он один раз появился недавно, на телеканале MSNBC, и ведущая Мика Бзижинский, дочка, кстати, Збигнева Бзижинского, она пыталась, то есть она не попыталась, она его реально закидала серьезными вопросами по поводу этого сексуального скандала, и он выглядел очень прям жалко. Ну, явно врал, пытался отбрехаться, как-то, ну, некрасиво это выглядело. Этой Мике, можно, конечно, сказать, молодец, спасибо, классно провела интервью. Но многие люди, которые смотрели, особенно Стана Демократов, на эту Мику наехали. Она сама демократа, кстати, она не поддерживающая Трампа женщина. На нее наехали, что она была слишком жестка с Трампом, что задавала ему слишком жесткие вопросы, дискать не надо было так уж прям грубостью. Ну, в любом случае появление Трампа, извините, не про Трампа Байдена в телевизоре и в интернете выглядит очень печально, я бы так сказал, даже из-за этого многие сторонники самого Байдена стали через прессу уже обращаться к нему и требовать от него более активных действий. Например, вот совсем недавно вышла колонка в газете Нью-Йорк Таймс. Одним из авторов этой колонки был Дэвид Эксельрот. Это человек, который сделал Обаму президентом, его главный политический советник, пиарщик, если угодно. Дэвид Эксельрот написал, что Байдену срочно нужно менять свою стратегию, иначе он проиграет. По мнению Эксельрота, Байден ведет слишком пассивно, слишком его мало видно и незаметен он, и поэтому он проиграет Трампу, потому что Трамп везде, Трампа очень много и Трамп всем виден. Примерно с теми же рекомендациями сейчас выступают пиарщики Питта Бутиджича, недавнего соперника Байдена на праймере с Камелой Хэррис, которая тоже против него выступала. Они пишут статьи, смысл там общий такой. Байдену надо взбодриться, его никто не видит, не слышит. Трамп повсюду, Байдена нет, как же так, как же так, мы проиграем. Но на самом деле я думаю, что вот этот вот отказ от появления на экранах массированного, это и есть стратегия Байдена. То есть прикинуться шлангом, лежать, не появляться, не отсвечивать, не бесить людей. Самое главное смотреть на все происходящее со стороны. Люди пойдут к нему, если подумают, ага, человек молчит, сидит, седовласый старец с умным видом и взирает на происходящее. Наверное, блин умный, да, ну вот как-то так. И на фоне истеричного Трампа, который суетится, который несет какую-то ахинею, который бегает туда-сюда, рвет там волосы на заднице и выкрикивает какие-то непонятные лозунги, Байден будет молчащий, ничего не делающий, сидящий в подвале. Байден будет смотреться очень прилично и очень нормально. Более того, если вы посмотрите, как Байден выиграл праймерис у демократов, он их так и выиграл, он просто ничего не делал. Демократы друг друга там поливали говном, Байден сидел как бы в сторонке, он молчал, ну иногда на какие-то вопросы отвечал, но в общем он ни черта не делал. И таким образом победил. То есть в принципе он может и Трампа так одолеть, потому что вы знаете, сейчас он Трампа опережает по всем опросам, он идет впереди Трампа, у него лучше, гораздо лучше шансы, причем о его опережении, то есть вот этот гэп между ним и Трампом, он сохраняется дольше, чем когда-либо, когда бы то ни было в истории президентских выборов. То есть он уверенно пока побеждает Трампа. Если Байден ничего не сделает ужасного, то видимо он Трампа и победит. А Байден, стратегия Байдена, как вы поняли, ровно в том и заключается, ничего не делать, ни прекрасного, ни ужасного сидеть себе, в общем и ждать, пока Трамп себя сам закопает. Вы знаете, я думаю шансы есть, причем очень-очень неплохие. Причем знаете, ну вот то, что от него требует Эксель Роад или все остальные вот эти политконсультанты, типа давай взбодрись. Ну как Байден взбодрится? Ему 77 лет. Он что себе пересадит в голову, вмонтирует как-то ген молодости, он напьется из фонтана молодости или что? Ну как он может взбодриться? Извините, это очень старый человек, реально старый, он больной. Его задача сейчас просто заключается в одном, он должен симулировать здоровье. Вот и все, больше он ничего сделать не может. Ну, конечно, я понимаю, я понимаю желания вот этих и опасения политических экспертов, потому что они думают, что если Байден и дальше будет себя вести в том же духе, то он, как и Хилари Клинтон, проиграет Трампу. Однако, я думаю, что нет, не все так плохо, потому что, смотрите, легкомысленное отношение Трампа к эпидемии ковида, вот этого, к коронавирусу, уже сыграло Трампу плохую шутку в штате Флорида. Вообще, считалось, что штат Флорида, он полностью, или Флорида, он полностью консервативный, там живет огромное количество богатых пенсионеров, то есть люди заканчивают работу и уезжают жить, доживают, так сказать, свою жизнь во Флориду. В принципе, понятно, там хороший климат, там прекрасная медицина, там все зашибись, классно жить для пенсионеров. И считалось, что вот эти пенсионеры, они пойдут и проголосуют за республиканца, за республиканца Трампа, потому что он, как бы, спаситель их от сумасшедших социалистических идей. Однако Трамп заявляет такие вещи, что типа, ну если умрет немножко пенсионеров, то типа ничего страшного, потому что нам надо вот перезапускать экономику. Бояться этого не надо, но, знаете, пенсионеры почему-то умирать не хотят ради благого дела, и они массово стали переходить от Трампа к Байдену, потому что Байден, по крайней мере, не предлагает отправить там пару сотен тысяч пенсионеров на тот свет ради процветания всей Америки, да. Они же, ну как бы, я думаю, как и любой человек, в общем, не хочет досрочно умирать, ради того, чтобы Дональд Трамп стал президентом. В общем, вот такими своими шагами Дональд Трамп потихонечку-потихонечку сам себя закапывает. И Байден, в общем, остается надеяться, что Трамп продолжит действовать в том же духе и себя, так сказать, угробит как кандидата. В общем, смотрите, две сейчас тактики столкнулись. Первая тактика врать, что Байден является китайцем. Это тактика Трампа. Говорит, что всех пытаться убедить, что Байден работает на китайское правительство. И вторая тактика это Байдена людям просто не показывать. Ну, либо победит Трамп в этом случае, да, вот в результате столкновения этих двух тактик, либо победит Байден. И то, и другое я считаю плохо. Либо есть и третья история. Смотрите, история Тары Рейд теоретически все-таки может утопить Байдена. Если появятся какие-то неопровержимые доказательства того, что он реально ее зажал и реально там домогался и всякое такое, то я думаю большинство демократов не смогут проголосовать за Джо Байдена. Или есть еще такая опция, что в результате коронавирусной вот этой инфекции там Дональд Трамп, ну скажем, мягко уйдет в туман, перестанет быть президентом США. В этом случае и демократам, и республиканцам придется искать себе новых я думаю вот такая ситуация была бы хороша для Америки, потому что слушайте, и Байден, и Трамп, конечно, это воплощение всего самого плохого, что есть и в демократической, и в республиканской партии. Нужны, конечно, совершенно новые люди. Я бы голосовал обеими руками вот за именно такой вариант, чтобы были какие-то другие кандидаты и у обеих партий, и пускай они между собой выясняют отношения с точки зрения с позиций уже 21 века, а не с каких-то отсталых позиций 50-60-х годов века 20-го. Я вот на это больше всего надеюсь. Конечно, это маловероятная история, вряд ли она произойдет, но все равно надежда у меня такая есть. Так, смотрите, в следующей части я буду рассказывать про Россию, но сейчас я хочу, вот у меня тут бежало вопросиков каких-то, сейчас я почитаю вопросы. Татьяна, тамила, извините, УС, а кроме москвичей есть у вас другие ведущие? А то от слова глотает, аж ничего не про, кваканье какое-то. Я думаю, вам следует попытаться слушать, какое-то другое радио, если вас настолько сильно коробят. Влад пишет, так, до властва старца Альцгеймер в друзьях. Если он заговорит, то все увидят друга Альцгеймера. Ну, видимо, эта критика имеется в виду, критика Джо Байдена. Я думаю, что да, вполне вероятно, что у Байдена начинается старческое слабоумие, во всяком случае, он ведет себя очень часто именно таким образом, но я не могу на 100% утверждать это, поскольку я не являюсь ни врачом вообще, ни уж тем более лечащим врачом Джо Байдена. Но я допускаю, что у него начинаются какие-то, у него часто проявляются какие-то признаки старческого слабоумия. Ну, итак, давайте про Россию начну я, по крайней мере, сейчас вот еще две минутки в этой части у меня остается. Смотрите, у президента России Владимира Путина началась просто какая-то супер-супер черная полоса, настолько черная, что аж коричневая. Я начну, наверное, смотреть рассказ с того, что цены на нефть упали, все уже знают. Это самый ликвидный российский эксперт, она осталась без денег, по сути дела. После этого начинается прямо внутри России эпидемия коронавируса, которую, Путин, естественно, уже очень долго пытался просто не замечать, потому что он понимал, что эта эпидемия способна помешать реализации главного его политического плана в 2020 году, а именно объявлению самого себя вечным российским президентом. Причем, началась эта эпидемия коронавируса с огромных проблем. Страна оказалась абсолютно не готова к борьбе с вирусом. Помните, наверное, вот эти гигантские очереди скорых помощей около больниц, инфекционных, сами эти больницы, которые массово заражались, то есть заражались врачи и медсестры из-за нехватки экипировки защитной и так далее. Ну, ужас был какая-то ситуация. Потом у Путина вот этот, собственно, план начал разваливаться, самообъявление царем. На 22 число было, на 22 апреля было намечено голосование, всенародное, так называемое, голосование, в результате, в ходе которого россияне должны были сказать, да, изменению Конституции, которое позволило бы Путину стать вечным царем, но оно было отменено как раз из-за эпидемии. О том, что было дальше, я уже расскажу в третьей части программы. Иван Яковлевна Свит Погляд Продолжаем разговор. Вот тут у меня Людмила спрашивает, как я вот могу так говорить, что в США был так ужасно-ужасный Трамп, и почему Байден не лучше, чем Трамп? Как-то, говорит, нелогично. Ну, смотрите, например, Германия в 45-м году, был у них там главным Гитлер, а потом хоба пришел Сталин. Стало им лучше? Я думаю, что не особо лучше стало. Может быть, конечно, чем-то лучше стало, но все равно, знаете, не так, чтобы аж вообще. Поэтому бывает плохо, а потом еще хуже. Вот такое случается, к сожалению, в истории. Не обязательно просто плохо начинается что-то хорошее. Поехали дальше. Смотрите, президент России тем временем, да, ну, как я сказал, у него заканчивал, у него деньги закончились из-за того, что нефть подешевела очень сильно, у него сорвался план объявления самого себя вот этим суперцарем, никто не приехал к нему на грандиозный его парад по поводу 9 мая. Президент сам 25, по-моему, марта российский спустился в бункер, оттуда не вылезал, оттуда, так сказать, пытался симулировать рабочее состояние. Всенародное голосование по объявлению о царе сорвалось. В общем, все плохо, все куда ни кинь, всюду клин. Тем временем, экономика российская пока тоже начала, весь апрель она просто обсыпалась. Там каждый день приходили, ну, почти каждый день приходили какие-то новые исследования о том, что там, скажем, индекс потребительской активности упал там на 80%, и инвестиции сократились на 70%, и так далее, так далее. То есть экономика начала падать. Особенно сильный удар пришелся по малому и среднему бизнесу российскому, который вообще там просто стал голодать. Народные массы начали бунтовать. В Северной Осетии люди стали выходить на улицы, туда даже пришлось перебрасывать ОМОН из других регионов России, чтобы подавить оволнение. В Москве полиция отказывалась, был такой эпизод, но полиция отказалась от исполнить приказы, когда потребовали от полицейских арестовать и отконвоировать Владимира Воронцова. Это такой основатель телеграм-канала омбудсмен полиции, сам бывший мент, который защищал в этом телеканале, не телеканале, а телеграм-канале, защищал других полицейских, простых полицейских перед лицом таких начальников и генералов. Вот эти начальники генерала так отомстили этому Воронцову, отправив его под арест. Но для конвоирования все-таки эти конвойные сказали, мы поддерживаем Воронцова, не будем его конвоировать. В результате направили на то, чтобы его отклонвоировать второй оперативный полк ГУВД Москвы. Это те самые люди, которые избивают людей на улицах, протестующих, на митингах их в основном используют в качестве такой главной ударной силы. Но и в этом полку тоже все не слава богу, потому что там половина личного состава заболела коронавирусом. Коронавирусом заболел и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и премьер-министр России Михаил Мишустин, и несколько министров, а всяких чиновников ранком пониже, там заболевших коронавирусом уже давно-давно никто не считает, их там миллион миллиардов. То есть ближайшие соратники Путина тоже начинают выбывать из игры. Более того, есть примеры, когда во многих областях России просто правительство перестает, по сути дела, существовать, потому что целыми администрациями люди уходят на больничные, выбывают, все заболевают. Там ситуация эпидемиологическая просто страшная. Ксения Собчак, которую называют многие Ксения Крабчак, тем временем сцепилась с господином Гангреной. Это друг юности Владимира Путина, который зовут Геннадий Тимченко в миру, да, его называют Гангреной. Они степили за крабовый бизнес. В Москве столкнулись интересы Игоря Сечина, это правая рука Путина, и я бы сказал, самый близкий его, наверное, друг, а также мэр Москвы Сергея Собянина. Они там пытаются делить будущее России уже после самого Путина, и мэр пока проигрывает. Дело в том, что его союзники, олигарх Дмитрий Босов и бывший, так называемый, авторитетный бизнесмен Анатолий Быков, уже, так сказать, стали жертвами в этом столкновении. Босова нашли мертвым в его собственном доме на Рублевском шоссе, а Анатолия Быкова совсем недавно посадили по подозрению в убийстве, которое было совершено десятилетия назад. Хаос настоящий дает плоды, потому что люди в окружении Путина абсолютно перестают заниматься даже его прямыми поручениями. Например, вот эта вот Сечина, уже упомянутая, сказал, что его компания Роснефть, которую он, по сути дела, украл Михаила Ходорковского, она осталась без денег. Представляете, нефтяная компания, одна из крупнейших в мире, осталась без копейки. Теперь нефтяная компания, вместо того, чтобы наполнять бюджет России деньгами, просит помочь ей самой из этого бюджета. И это уже, кстати, не первый раз, Сечин просто, он друг Путина, но абсолютно бестолковый управленец, он не умеет управлять нефтенными компаниями. Минздрав не выплачивает врачам надбавки, которые Путин пообещал иметь сестрам. Вот за работу с коронавирусными больными эти врачи и медсестры пишут Путину открытые письма, но ему, в общем, плевать, никто на эти письма не отвечает, никто денег им не дает. Хотя Путин сам лично дважды уже пообещал выплатить им эти надбавки, нифига не платит. То же самое касается, кстати, и пособий на детей, тоже никто их не видел, этих пособий, хотя Путин их дважды уже тоже обещал. Интересная история с мэром Собяниным, он классную схему придумал навариться на москвичах. Он закупил, то есть мэрия Москвы закупила, вернее, митрополитен московский, купил маски и перчатки по там одному рублю за штуку. Потом мэрия сказала, что ношение масок и перчаток является обязательным и запустила продажу этих масок и перчаток по 20-30 рублей за штуку. То есть 2-3 тысячи процентов они получают себе этой прибыли с одного москвича, с одной маски, с одной парой перчаток. Вот так вот зарабатывает на жителях российской столицы ее мэр. Ну, по-моему, знаете, вот такие нормы прибыли, типа, там, 2 тысячи процентов, 3 тысячи процентов, это что-то типа из разряда героина, продажи кокаина, но в Москве еще и на медицинских масках так можно заработать теперь. Кстати, что касается медицины, в России там же полный жвах медицины. Там мэр Москвы, Сергей Собянин, сказал, что официальные данные неверны, что в Москве сейчас не 120 тысяч зараженных коронавирусом, а 300 тысяч. Газета Financial Times выяснилось, что и по ее статистике количество зараженных, российская официальная статистика, не зараженных, точнее умерших, занижает примерно на 70 процентов. То есть по данным этой газеты в Москве вирус убил не 600 человек в апреле, а 2 с лишним тысячи. То есть, ну, статистике верить нельзя, статистика вся лживая, ничему нельзя верить. И на этом фоне, кстати, на фоне того, как коронавирус на эту инфекцию, а Россия вышла за эту неделю сначала на третье место по количеству зараженных в мире, а потом сразу и на второе, то есть за одну неделю. И что же делает Владимир Путин на этом фоне? Он отменяет карантин и говорит, можете снимать маски, ребята. То есть, когда было условно заражено 100 человек, Путин сказал, так, а ну-ка быстро все надели маски и сидим по домам. Когда зараженных оказалось уже до полмиллиона, Путин сказал, а теперь маски все снимаем и мы выходим на работу. Офигенно логично, но это реально в российской действительности. Очень странно, конечно, звучит. Многие люди в недоумении, типа, что это было. Мне кажется, это вообще грозит своего рода геноцидом, да, потому что гигантское количество людей сейчас заболеет и умрет. Там же в России даже звучат предположения о том, что Путин решил таким образом пойти по шведскому или, скорее, в его случае, правильнее сказать, по белорусскому сценарию. Кстати, Лукашенко, он тоже поругался из-за того, что Лукашенко провел парад, который Путин не провел. И Лукашенко, вот стоя на сцене и обращаясь к ветеранам там и к своему народу, разве что Путину средние пальцы не показывал от радости. И Дуля ему не крутил, говоря, что вот ты лох, испугался парад проводить, а я не лох, я провел. Путин, говорят, на Лукашенко из-за этого очень сильно обиделся, потому что этот парад, еще раз напомню, должен был, конечно, стать бенефисом Владимира Путина, но не стал, потому что Путин испугался. Путин, кстати, реально очень боится за свою жизнь, он сидит действительно в бункере, не вылезает оттуда из-за того, что очень-очень боится заболеть. Ну, смотрите, вертикаль власти в России сгнила наполовину, наполовину там какие-то разные мнения звучат о том, что надо открывать страну, не надо открывать страну, но в результате все это, высокая заболеваемость и смертность, все плохо, там сейчас экономика в разваленном состоянии. В результате рейтинг Владимира Путина очень сильно падает. По официальным данным он снизился до, рейтинг одобрения Путина снизился до 59%, но рейтинг одобрения это самый такой, самый приятный для него рейтинг, да, это у человека спрашивают, скажи-ка, малый, а ты Путина любишь или нет? И человек, конечно, в России говорит на всякий случай, что любит. Но вот те рейтинги, которые закрыты, которые делаются по таким специальным схемам, когда человек действительно правду говорит, поддерживает он политику Путина или нет, вот эти рейтинги дают Путину примерно 15% одобрения. И вы знаете, тут мне кажется важным отметить момент. Помните, после захвата Крыма у Путина был рейтинг 86%, то есть 14% было против, 86% за. Сейчас ситуация зеркальна, вот это крымский так называемый консенсус полностью уничтожен, сейчас за Путина 15%, против Путина 86%. Как отмечают социологи, сейчас самое высокое за все время правления Путина количество людей, готовых принимать участие в массовых актах протеста против, собственно, Путина. Глава Левада-центра Лев Гудков, Левада-центр самый, наверное, уважаемый из ныне существующих социологических центров России, так вот глава этого центра Лев Гудков привел такие цифры, что через два месяца примерно к середине июля в России начнется, ну если не революция, то это точно массовые какие-то выступления против действующего режима. И, знаете ли, вот это вот его предсказание почти полностью совпало по датам и по событиям с предсказанием господина Габышева, вот этого самого шамана, моего любимого российского околополитического персонажа, такого полумифологического, полуполитического, полуфольклорного, какого угодно. Габышев тоже сказал, что через два месяца в России начнется, начнет, ну все поменяется, он сказал, вы даже не узнаете Россию, но все поменяется. Ну, по сути дела, пообещал ту же революцию. И что же вы думаете? Знаете, тут такой интересный момент. Путин, конечно, никогда в этом не признается, но он дико суеверный человек, он постоянно лазит по всяким афонам, по каким-то старцам, по каким-то там, значит, непонятным пещерам. И его славу, помните, в прошлом году в феврале сожгли в Бурятии верблюдов, там злые шаманы из пропутинской организации Тенгире, по-моему она называется, они принесли в жертву демонам и сожгли несколько верблюдов, чтобы, ну как бы, помочь Владимиру Путину, чтобы злые духи помогли, умилостивить их, чтобы они помогали Путину. То есть вот эти всякие шаманские дела и так далее, то есть он, кстати, была еще такая интересная история, когда в прошлом году шаман только-только появился, этот Габыш, помните, он пешком шел из Якутии в Москву, из России отправили делегацию каким-то, представьте себе, шаманам в Мексику, где вот эти инки, ацтеки, вот это все, и с ними проконсультировать, типа, как перебить вот эту шаманскую магию, какой-то шаманской магии мексиканской. Даже до такого доходило, просто дурдом, конечно, но вот сейчас, если вы вспомните, кстати, ситуацию в том году, когда шаман шел, у Путина сначала началось в Сибири наводнение, потом в Сибири начались какие-то лесные пожары, потом утонула подводная лодка Лошарик, потом рухнула, взорвалась вот эта ракета Посейдон, то ли Посейдон, то ли Буревестник, что-то на севере, помните, да это там в Северодвинске взорвалось что-то, когда еще несколько человек погибли от радиационного заражения и так далее. А, в Москве начались массовые протесты, в Улан-Удэ чуть революция не началась, вообще какой-то кошмар начался. И все это закончилось только тогда, когда ФСБшники поймали этого шамана и отвезли его назад в Якутию. Вот сейчас, я думаю, смотрите, такая у Путина супер черная полоса, просто мрачнейшая, чернейшая. Я думаю, что Путин в какой-то момент задумал себя, слушайте, давайте-ка мы этого шамана опять к ноге, к ногтю придавим, прижмем. В общем, шамана вчера, 20 каких-то ОМОНовцев, увешанных крестами, оберегами и какими-то шаманскими другими штучками в непонятной одежде, что интересно. Все очевидцы говорят, что они были одеты, как-то странно, я думаю, может это были дементеры, или может быть это было Баффи истребительницы вампиров, или как ее там зовут. В общем, короче говоря, напали они на этого шамана, схватили и увезли его в якутский дурдом. Сейчас непонятно, что с ним делать будут, потому что даже по российским странным законам шамана нельзя посадить в тюрьму за то, что он считает Владимира Путина демоном. А шамана можно, наверное, было бы отправить в дурдом, но он, шаман-то явно не психопат, он абсолютно нормально, он понимает, тем более, господи, почему он не может верить в то, что там какие-то религиозные убеждения. Вот если какому-то человеку можно верить в то, что Бог родил от невинной женщины своего сына на земле, а потом этот сын умер и воскрес, ну как бы тоже, знаете, история достаточно сложно поверить, если так разобраться, не каждый день такое происходит. Почему нельзя верить в то, что президентом России стал демон, да? Как бы, мне кажется, да, это даже попроще история, чем вот это все с воскрешениями, там, с рождениями от невинных женщин и так далее. Поэтому я думаю, что, в общем, человек имеет право верить и в такое. В общем, сажать его за это нельзя, убить, я так понимаю, шамана тоже нельзя, потому что Путин верит во всякие эти шаманско-демонские штуки. Я думаю, у них там какие-то есть специальные кодексы, которые не позволяют что-то делать. В общем, я сейчас жду в этой всей истории вмешательства внешних каких-то мощных высших сил. Я думаю, как-то они должны разрулить эту историю с шаманом, потому что иначе она, по-моему, никак не разруливается. Ну, что это может быть? Может быть, какой-нибудь там гром с небес или там заражение кого-нибудь коронавирусом или что-то еще, потому что, знаете, в России, видите, коронавирус в российских элитах лютуют прям со страшной силой. Сегодня стало известно, что депутатша Госдумы заболела. Оксана Пушкина, если не ошибаюсь, ее зовут. Так, давайте быстренько я отвечу на пару вопросиков, потому что у меня еще есть пару минут. Пишут так. Так, с большим удовольствием слушаю вашу передачу. Я тоже женщина. Что значит, я тоже? А я не женщина, между прочим. Писать гадости в ваш адрес можно только недалеко. Да, да ладно, давайте без этого. Слушаю на Мальте. Не пропускать ни одной программы. Спасибо большое. Так. Иван, про Габышева не забудьте это время. Вот только что рассказал про Габышева. Хоть один генерал ФСБ помер от коронавируса или... Я не знаю, на самом деле. Я, знаете, могу вам точно сказать, недавно умер майор ФСО, то есть Федеральная служба охраны. За этим человеком почему-то не приезжала скорая помощь. Когда приехала все-таки, ему сделали тест на коронавирус. И даже пришел результат этого коронавируса, но, к сожалению, он пришел только тогда, когда этого господина уже кремировали. Поэтому не слишком ему помог тест. Скажите, когда США откроют авиасообщение? Я бы с удовольствием вам это сказал. Я был Дональдом Трампом, но я им не являюсь. Так, Иван, спасибо. Как вы оказались в Украине? В Украине оказался в 2009 году, когда приехал сюда освещать выборы президента Януковича. Мне понравилось, я решил остаться. На этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Очень рад был снова встретиться в студии, поотвечать на ваши вопросы. Надеюсь, что в следующую среду снова буду с вами здесь. Да пребудет с вами сила и пока-пока.